Марго в очередной раз строит. Дом, очередной новый дом, во время сухого голодания занимается строительством. Вот он как раз идет. Минус четыре, на улице минус восемь. Всех приветствую, всех кто смотрит то, что здесь творится и происходит. Сегодня у меня восьмой день отказа от воды, как раз произошел настройку немножко поповыряться, поработать. Ну, внесал себе маленький конспект, я хочу вам рассказать, что происходило за эти восемь дней. Значит, в первом видео я как раз говорил, что не хочу общаться с людьми, хочется как-то себя поберечь, но у меня в первые дни моего отказа, буквально, по-моему, на третий день, была мини-випассана. Всего, в общем-то, я думал, три дня, ничего страшного, но я понял, как я в выборе ошибся, что випассана, конечно, прошла великолепно, люди были прекрасные, но мне было очень сложно общаться. В городе пересыхало, и, конечно, поскольку там подъемы 5.30, надо было будить одних людей в одном помещении, в другом, по лестницам ходить, то есть с утра пульс поднимался неимоверно, вот эти все быстрые движения, то есть встаешь и быстро начинаешь двигаться. Конечно, за эти три дня из меня высосало очень сильно, энергетически и физически, эти все состояния. Хотя все показатели, которые я замеряю медицинские, они более-менее в норме, но вот эта какая-то внутренняя усталость за эти дни проявилась. Сейчас у меня просто курорт в санаторий, почти все разъехались, пару человек еще в темном ретрите осталось, одна девушка тоже на сухом голодании находится, но скоро уедет, и тогда уже будет абсолютное уединение, всех разгоню в основной сайте. Погодка великолепная, ходим гулять, состояние фантастическое Значит, что стало по физическому аспекту? Сейчас зрение стало немножко меняться уже, но это я рассказывал в предыдущих своих видео, что оно постоянно меняется и тоже сейчас стал очень хорошо видеть вблизи, но вдали уже немножко так чуть-чуть размывается то есть хрусталик меняет свои диоптрии скоро надо будет ехать делать анализы и вот я не знаю немножко так, но чуть-чуть конечно сомневаюсь, что вдаль машина будет немножко хуже видна я поеду потихонечку, наверное справлюсь в этот раз решил не на поезде, а на машине поехать губы, не знаю видно сейчас или нет, они у меня сейчас намазаны касторовым маслом потому что два слоя кожи у меня уже сошло то есть они начинают слишком сильно сохнуть и потом начинают слизать ну вот я это оккупирую, смазываю подсолнечным, касторовым маслом вот таким тонким слоем смазываешь и в общем-то они так более-менее живут хорошо, восстанавливаются вес уже начинает стабилизироваться если первый дни падал буквально по килограмму, то есть сходу улетал сейчас уже пошли по полкилограмма, по двести грамм уже намного снижается вес, особенно во сне потому что я даже раньше ложился спать утром просыпаешься, чуть-чуть не килограмм ушел веса даже во время сна то есть я вот заходил, у меня было 73 килограмма, сейчас 65 килограмм но я все это отслеживаю, контролирую, записываю вес, давление вес утром, вес вечером, давление утро-вечером, глюкометром кровь фиксирую, длительность сна тоже количество мочи тоже сохраняю, ну так, для результативности Марка, а сколько у тебя сейчас мочи в день выделяется? ну, с утра около 200 грамм, наверное, выделяется и потом, ну, может, вечерком еще немножко так где-то с учетом того, что ты вообще не пьешь, ничего, да? ну да, то есть все равно это все выделяется я думаю, даже надо потом с баночкой мочи это взвеситься посмотреть, сколько ушло жидкости, да сколько лишнего, ну, не лишнего веса, а сколько просто веса такого физического, не водяного сахар нормальный? да, сахар нормальный, тоже немножко плавает, ну, где-то от трех и трех до четырех небольших в таком диапазоне давление тоже в норме пульс нормальный единственное, конечно, когда перегружаюсь, это вот таскаю вот эти листы ДСП вот эти листики, они 50 килограмм они, в общем-то, такие слабоподъемные вот сейчас я застилаю как раз пол я все рад, когда таскал ну, в общем-то, такая одышечка хорошая появлялась ну, так же, когда таскаешь такие тяжелые доски наверх затаскиваешь, там тоже потолок это делаешь ну, опять, я поработаю немножко, отдохну, поработаю, отдохну в общем-то, так я понимаю, что надо и поберечься, в общем-то все без фанатизма делаю, к чему и других призываю все делать мягенько, без фанатизма вот, значит, сон сон у меня 5-8 часов причем, опять по показателю вот этого колечка там он показывает фазы глубокого сна, фазы быстрого сна без рекламы и сейчас вот сегодня проснулся там настолько четкие все показатели там написано практически сон как у ребенка действительно, все очень гармонично единственное, что хочу сказать по сну столкнулся в этот раз что когда я просыпаюсь на боку, все великолепно вот сегодня проснулся на спине челюсть отвисла, извиняюсь за подробности и во рту, конечно, сухость была сахара просто то есть мне приходилось не долго двигать челюстями тут разминать, чтобы как-то слюнка начала выделяться и хоть немножко смазать но потом влажной щеткой все почистил и сразу стало хорошо потому что вот это состояние когда вот этой годливости во рту она, ну, скажем так если кратковременной ну, 7-8 дней это может быть и нормально но если ты уже идешь как бы на длительное то есть ты понимаешь, что в таком состоянии ходить совершенно не хочется поэтому если кто практикует, спите лучше на боку чтобы челюсть не отписала так, что еще да, вот когда такая погодка, хочется очень много гулять мы тут ходили тоже вчера гулять там по 10 километров ходили солнышко, прекрасная погода то есть тоже такая прогулка то ускорение, то расслабленный шаг ускорение, расслабленный шаг то есть пока вот ядра сегодня нет вчера по озеру гуляли где наслаждались бобровыми хатками там где они вылезают прямо видно хоть и лед толстый они там свои луночки прогрызают ребята стараются и все это ходишь, любуешься, взаимодействуешь с природой это просто сказка какая-то в городе, конечно, это ну, вот я думаю вот мне надо ехать делать анализы мне очень не хочется ехать в Питер вот но просто что необходимость ну и состояние ментальное то есть никаких там ни мыслей, ни катарсисов ничего нет то есть состояние просто великолепное состояние великолепное такое радость, удивление то есть вот сейчас вот ну короче отпуск еще и ну как отпуск для меня может быть это тоже отпуск, когда работаешь ну в общем-то все великолепно да, вот не хватает еще проруби, конечно что вот вчера увидел эти бобровые отверстия так заглянул туда облизнулся, но что поделать но босиком, правда, я все равно хожу но это чисто для закалки, для поднятия иммунитета но и привычка то есть я уже в обуви, даже когда гулять ходим по дороге я пройду какое-то время в обуви снимаю обувь, иду босиком то есть мне вот это нравится состояние, когда ноги замерзают потом просто резиновые шлепки без носок, без всего в них влезаешь там такой внутренний жар начинается, когда кровь начинает приливать ноги нагрелись, опять снимаешь, опять идешь босиком то есть эта вот независимость от одежды, от обуви она как бы… ну мне нравится в общем и вне зависимости от еды, питья состояние такого вот сейчас такое стало модное слово автономия не знаю почему того как-то не очень так нравится но можно сказать, что ты становишься автономным так что эксперимент продолжается, исследование продолжается пока все великолепно делаются анализы, все это потом будет выложено ну и до следующих видеосвязей, видеороликов всем пока а а а а Субтитры создавал DimaTorzok